Динамо Если она будет удачной То я Уверен, что Игорь Михайлович Приложит усилия для того, чтобы Уже последующие игры Кубка Европы были На НСК Олимпийском Ну и естественно тогда С весны уже можно спокойно начинать И не только Великий, но и чемпионат Поверьте мне Конечно же, потому что НСК заслуживает хорошего футбола Заслуживает заполняемость И я думаю, что и все болельщики Восприняли с большим Энтузиазмом То, что у нас Прекрасный стадион Но для того, чтобы он И в самом деле функционера хорошо, он должен заполняться Очень хорошо заполняться А мы понимаем, что Это мы можем сделать только Показывая хорошую игру, играя В Лиге Европы И все остальное А как он подумал вам? Ваш стадион? Потому что Олег Владимирович говорил Что нет, совершенно не мой стадион Новый, красивый, но не мой А как для вас? Ну немножко не то Немножко не то Конечно, немножко не то Потому что Я же говорю, что он Очень красивый, современный У меня только На мой взгляд Он стал немножко меньше На мой взгляд Потому что я Когда открытие было Я выходил на это поле И так немножко посмотрел Но раньше, когда выходил То казалось бы, что эти трибуны Заканчивались где-то в небе Аж Потому что особенно Когда играли по вечерам Было темно И это все выходило Все сплошное было Сто тысяч Это было Очень ярко Поэтому Я же говорю, что мне естественно Немножко только Сегодняшние футболисты Они играют на прекрасных стадионах Раздевалки Все у них Все отлично Но немножко им Наверное В этом плане не повезло Что им не пришлось играть При сто тысяч Это стоит очень многого Дай бог Хотя бы при восьмидесяти играть Что у нас Я думаю, что это все вернется Я все-таки могу вспомнить И Лигу чемпионов Третьего, четвертого года Когда на каждой игре Было 83 тысячи И по-моему Динамо Киев Уступила По показателю Среднюю за игру Только Барселония У них было там 90-90 Или все Поэтому Я думаю, что все вернется Обязательно вернется А ваша ли это компетенция Для того, чтобы организовать Продолжу билетов Через i-бокс Или через интернет Можете ли вы как-то На это повлиять Потому что тоже Многие переживают Что просто Либо нет времени В кассах покупать Либо просто Уже потом Не хватает Я понимаю, что это сейчас Это вообще Современный взгляд На это Поэтому, конечно же Нужно Об этом мы будем говорить Для этого Ну, естественно К этому нужно Очень серьезно готовиться И нужна аппаратура И все соответствующие Все структуры Но я думаю, что Это уже не за горами Потому что Это требование Сегодняшнего дня Я буду, конечно же Ставить эти вопросы Постараюсь помочь В этом Тоже, кстати По поводу работы сайта Говорят Возможно ли так Чтобы после каждой игры Публиковать Технико-технические данные Тактико-технические данные Футболистов На сайте Чтобы могли Болельщики Сравнивать Ставить свои оценки И, естественно Критиковать Хорошо Вы мне дадите эти вопросы Я постараюсь их поднять Но это вообще Вероятно Возможно Или это секретное Вероятно То, что я поставлю Нет Там ничего Я думаю, что Ничего секретного В этом нет Потому что Многие даже Средства массовой информации Они стараются Ну и у каждого Есть свой Как-то Свой подход К этому К этому вопросу Они стараются Все это делать Я думаю, что Здесь Ничего Любой Любой Подсчет Тактико-технических действий Он имеет Свои варианты Поэтому Здесь ничего Секретного Абсолютно нет Один Вот наш гость Который К сожалению Не подписался Говорит У меня Несколько Необычный вопрос Ваш Селекционер Колоколовцев Саша В одной из Компаний Хвастался Что в основном Через него Попадают Клуб Игроки Из Южной Америки И что Москвич Тищенко Теперь его Помощник В этих вопросах Насколько Это правда Ну знаете Я Я Не думаю Что Я В сплетни То не буду Входить И мне Трудно Сейчас Я приеду На Динамо Задам вопрос Саше Кому Говорят Конечно же И Саша И Тищенко Они Очень часто Если можно Так сказать Курируют Южную Америку Но я Не думаю Что он Отверждал Именно Эти слова Потому что Даже если Так Исходя Из всего То что Мы говорили Юрий Павлович Скорее Послушается Чищенко И он Как глава Селекционной Службы Он Принимает Те или иные Реши А если Возьмем Вообще Вариант Того Что Динамо Пойдет Путем Металлиста Аргентинцы Приедут В Киевский Клуб Южная Америка Я говорю Я говорил Еще Повторю Что Без иностранцев Невозможно На данный момент Мы не сможем Отказаться От них Абсолютно Полностью Да Наверное И времена Сейчас Во всем Футболе В мире Я же говорю Что Даже в Бразилии Если Иностранцы Которые Приезжают Если в Сербии Которые Вроде бы Казалось Работают На то Чтобы вырастить Своих И продать И взять Других Своих Тоже Появляются Иностранцы Кто говорит Тенденции Всего мира Мирового футбола Они Скажут То что В общем-то Свободный рынок Иностранцы Они будут Всегда Но дело в том Что Еще раз Говорю Что Нужна Нормальная Конкуренция И Все-таки Основу Должны делать Свои Наверное Если нет Основы Если нет Своих Футболистов То Наверное Теряется То Нутренняя Жилка Это состояние Которое Характерно Для каждого Клуба Для каждого Футбола Если взять Английский Даже Несмотря на то Что Англичане Сейчас Иногда Выходят Некоторые Команды Как Арсено Венгер Одиннадцать Игроков Иностранца Но Все равно Дух Английского Футбола Он Остается Все Время Те Черты Английского Футбола Остаются Итальянский Наверное Тоже Ничем Не перепутаешь Немецкий Тоже Ничем Не перепутаешь Потому Что Те Иностранцы Которые Приезжают Они Прежде Всего Немножко Приносят Свое Но Они Не выбиваются Из той Калии Которая Намечена Клубом Которая Намечена В основном Это клуб А кстати Этим летом Было Очень много Слухов О том Что Игроки Серии А Засобирались В Динамо Вам Близка Серия А Насколько Сейчас Действительно Есть Такие Варианты Из Топ Чемпионатов Европы Брать Игроков Или Возможно Не Из Самых Сильных Клубов Хотя У нас Уже Игроки Болельщики Даже Ботенга Сватывают В Милан В Динамо Из Милана Да В Динамо Ну почему Мы же купили С Милана Игрока Шевченко Через Челси В Динамо Он пришел Из Тоттенхема Купили Поэтому Нет Ну Понимаете Здесь Нужно Говорить О том Что В Милане В Челси В других В Ливерпуле Играют Игроки Которые Уже Состоялись Поэтому Наверное Их Трансферная Цена Будет Очень Велика И Наверное Мы не будем Делать Как делает Анжи Например Когда покупают Футболистов Которых Цена Заоблачная Мы стараемся Найти И По разумной Цене И те Футболисты Которые Которые Будут Очень хотеть Играть Очень хотеть Добиваться Того результата Очень хотеть Становления Это не значит Что мы будем Брать только Молодых Но и состоявшихся Футболистов У которых Менталитет Подходит Под нашу Страну Потому что Еще раз Хочу сказать Что Не всегда Даже классный Футболист Попав в ту или иную Команду Может Может До конца Раскрыться Это Зависит Не только Футболистов Мы видим Это Сплошь Рядом Это касается И тренеров Которые Казалось бы Он в одной команде Добивается Одного Второй Не сможет Ничего Что поменялось Он Разучился Тренировать Или еще Что-то Нет И в самом деле Есть масса Обстоятельств Которые При совпадении Получается Очень хороший Результат Поэтому Даже если В селекции Так говорится Покупаешь Трех Футболистов Если Из них Один Заиграл Очень хорошо То это Считается Неплохой Процент Вы говорите Динамо Не пойдет По пути Анжи Ну Хотелось бы Хотелось бы Чтобы не Паш Какую сумму Вообще Может Потратить Динамо В зимней Сезоне Или Есть ли Уже Какие-то Выделенные Деньги На Трансферы Или Тоже Нет Вопрос О деньгах Не стоит Стоит О том Что Разумные Деньги И Этот вопрос К Игорь Михайлович Я могу Достать Портманы Сколько У меня Есть Я могу Дать Но Дело Здесь Не в этом Разговор Если И в самом Деле Мы Договоримся О том Что Этот Футболист Очень Нужен Киевскую Динамо Что Он Устраивает Тренера Что Цена Которую Естественно Устраивает И Игорь Михайлович И все Тогда Если Это все Совпадает Мы Покупаем Это Футболист Дуду Кстати Играет За сборную Бразилии А в основе Динамо Не выходит Насколько Он Нужен Динамо В него Верит Юрий Павлович Поэтому Дуду Естественно Это Очень Молодой Футболист И У него Есть Довольно Такие Сильные Качества Поверьте Мне Что Какие Деньги За Футболиста Не Платили Его Привезти Завтра И Сказать Показ Это Невозможно Потому Что Все равно Во-первых Это Не товар Это Человек Ему Нужно Привыкнуть Ему Нужно Адаптироваться Ему Нужно Понять Те Требования Которые От него Хотят Поэтому Здесь Этот Процесс Становления Да Он Бывает Коротким Может Быть Два Три Месяца Но Никогда Не бывает Сиюминут Иногда Бывает Немножко Нужно Больше Подождать Если Вера Есть Тем более Что Это Молодой Футболист Тем более Что Еще раз Говорю В таком Молодом Возрасте Все Так Поменять Бразилию На Украину Довольно Таки Разные Не Только По Климатическим Условиям Не По Кухне А По Всему Образу Жизни Это Разные Стран Я Извиняюсь Сергей Александрович А вот Мы Говорили О Грандах Недавно И Сейчас У них У Барселоны У Мачисти Рюна Пошла Такая Таденция Что Покупаются Ракеты В пятилетнем Возрасте Может Старше И Вот Они С этого Возраста Начинают Психологию Свою Закладывать Человеку В мозг То есть И Человек Когда Начинает Играть Он Борис 17-18 У него Уже Психология Учистил Рюна Барселоны Даже Барселоны Открывают Школы По всему миру Допустим В данном Казахстане Может Вопрос не По адресу Динамо Планирует Вы понимаете Это немножко Ну я Честно говоря Не понимаю Потому что Меня в шестилетнем Возрасте Никто не покупал Но То что Для меня Динамо Было Всем Шести лет И это Я помню Поэтому Здесь Не говорится Тем более Что если Я помню Вы говорите Про пятилетнего Парня Который Расстроился Потому что Он Для Манчестера Сити Я думаю Что здесь Больше Больше Какая-то Сплав Коммерции Пиара Еще чего Может И в самом деле Да Что для Манчестера Ладно Потерять Какие-то Деньги Не будет Ничего А если Будет Контракты Какие Можно Контракты В пятилетнем Парне С его Родителями Тоже Нельзя Поэтому Здесь Юридически Даже Не понимаю Как Здесь А вот Вы думаете Что Если мы Возьмем Пятилетнего Парня Например С Донецка Или с Мариуполя Или со Львова И привезем сюда И прикажем ему Любить киевскую Динамо Он полюбит его Даже если Мы заплатим Родителям Деньги Нет Я думаю Что Это Именно То Что Вы Говорите Да Может Он Тренируется В школе Вот Ему Понравился Подход Может Он Со временем Станет Манчестер Но В данный Момент У него Еще В сердце Манчестер Сити Я не думаю Что Можно Купить Любовь Субтитры Хор правил Немного Не Субтитры Кто